Комнату в доме номер 9 по улице Виноградова в Великомустюге Ангелина Забелинска получила больше 40 лет назад. Затем приватизировала жилую площадь в пользу дочери и внука. По словам женщины, за все прошедшие годы ремонта этот дом не видел. На чердак посмотреть. Хорошо я не ступила, а там все улетели туда. Там вообще труха. Жилье отапливается печью, которая также в неисправном состоянии. Как утверждает Ангелина Акиндиновна, совместно с другими жителями даже пришлось заказывать независимую экспертизу, согласно которой дом давно не пригоден для проживания. В 2017 году наконец-то удалось подтвердить статус аварийного жилья официально. Но, как уверят у Стюжанка, с тех пор ничего не изменилось. По словам женщины, маневренного жилья семье дочери в городской администрации не предлагали. Нам лично не предлагали. А жителям из других квартир? Вот Саша говорит, что ей предлагали. Но хуже еще этого вроде она посмотрела. Как считают жители аварийного дома, если получишь квартиру из маневренного фонда, то другого более хорошего жилья уже не предоставят. Но и проживать здесь стало очень опасно. В один из дней Ангелина Забелинска открыла дверь и обнаружила в своей комнате обвалившийся потолок. Я захожу домой и смотрю, что все порушилось. Жить нельзя, свет боимся включать. Так как может вдруг замыкание произойти, и все, печка не топится, так как кирпичи туда улетели. Опасно находиться и в местах общего пользования. Со слов жителей, крыша постоянно протекает, и в любую минуту может случиться пожар. Постоянные обращения в управляющую компанию ни к чему не приводят. Но коммунальные платежи с дочери Ангелины Акиндиновны Натальей снимаются исправно. На провода льет прямо дождь, когда снег тает, то же самое. Если замыкание, то всем будет кирпичи. Как пояснили в городской администрации, дом номер 9 по улице Виноградова был признан аварийным в декабре 2017 года по заявлению собственников. В настоящее время он не включен в действующую программу номер 8 переселения из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 и 2025 годы. В связи с тем, что в нее включаются только те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Кроме естественных разрушений, которые возникли за длительное время эксплуатации здания, У специалистов отдела городского хозяйства сложилось впечатление, что жители дома совсем не следили за его состоянием. У них даже входной двери не было в подъезд и, естественно, и до сих пор нет. То есть на момент, когда комиссия проводила дополнительное обследование данного дома, не было даже входной двери. На крыше березы там росли, далее форточки висели в местах общего пользования, как бы оторванные. Поэтому складывалось впечатление, что в данном доме живет либо мало народа, либо вообще никто не живет снаружи. Во время комиссии, на которой дом признается аварийным, решатся вопрос и о предоставлении жилья из маневренного фонда. Для этого приглашаются те жители дома, у которых нет иного места проживания, в том числе и в других городах Российской Федерации. Жителям дома номер 9 также был предложен данный вариант. Квартиры, предоставляемые из маневренного фонда, могут быть как благо, полублаго, так и неблагоустроенными, но однозначно пригодными для проживания. Кроме того, по согласованию с гражданами, помещения в маневренном фонде ремонтируются за счет государства. В любом случае предлагается пригодное для проживания жилье. У нас есть жилые помещения, бывают свободные, в доме, отнесенном полностью к маневренному фонду, это улица Кооперативная 8А. Там полная степень благоустройства в данном доме, только с местами общего пользования. Также у нас с 2018 года есть здание бывшего общежития техникума технического, это улица Красноармейская 81. До 2025 года дом номер 9 по улице Виноградова расселить нет возможности. Но, как считают в городской администрации, выход из данной ситуации есть. Если это единственное жилое помещение, и у людей сложились такие обстоятельства, что жить в доме невозможно, они имеют право обратиться в администрацию городского поселения города Великий Устюг с заявлением о предоставлении жилого помещения. Отметим, что в рамках исполнения областной адресной программы номер 8 переселения граждан из аварийного жилого фонда, 35 семей в Великом Устюге получили жилье. Расселено 5 аварийных домов. До 2024 года планируется расселить еще 8 ветхих и аварийных домов и предоставить Устюжанам 51 квартиру.